так здравствуйте дорогие друзья салам жанцы вы на канале голос истинной с вами муслим ханской дорогие друзья это по-моему первый ролик до записываю после известных событий вот первая причина этому то что наверно уже знаете что мой канал армяне заблокировали очень сильно сильно жалобы от пана отправляли ну у них это образ жизни все время жаловаться жаловаться на все что есть вокруг так что канал заблокирован поэтому не записывал ролик хотя и были вот эти другие каналы у меня с другой стороны дорогие друзья отдых отдых я честно признаюсь за все эти годы за все эти годы я никогда так не устал не уставал вот как эти дни не войны наверное как и многие другие потому что столько вот этот наплыв информации да а самое главное самое главное усталость от полученных новостей вот эти эмоции 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 каждый раз когда мы получали по большей части слава богу что приятных новостей в пользу нас во время войны но все равно вот эти эмоции которые мы испытывали но это все же морально морально столько энергии тратится на все это я действительно уставал столько материалов надо было читать анализировать и тем более очень много как вы знаете фейки были до со стороны наших армянских соседей очень много очень много даже вот сегодня одни из их генералов признался что все стопроцентные новости со стороны армении особенно министерства обороны армении стопроцентно были фейковыми ложными хотя военное время когда идет война допускается в районе 30 процентов каких-то неверных информации да но это понятно я об этом говорил по моему это допустимо но стопроцентно вот представляете азербайджанцы с каким наплывом фейков и подделок имел иди имели дело и мы и вы наши братья и сестры работали над этим моментально и просто даже даже news 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 не успевали они так широко распространять вот эти фейки и подделки вранье мы тут же их обрабатывали находили факты и доказывали что это все фейк это недостоверно и так далее и тому подобное то есть то что я хочу сказать в этом ролике чуть позже скажу об этом по названию вы поняли наверное о чем пойдет речь но прежде хочу пару слов сказать дорогие друзья по поводу вот той работы которой мы которыми мы занимались независимо ни от кого сами добровольно от души от сердца во имя нашей родины азербайджан во имя нашего народа все эти годы и очень часто последнее время я слышу такие и читаю такие фразы со стороны азербайджанцев наших братьев что ну все слава слава богу что вот мы вернули свои земли выиграли эту войну достойно выиграли а теперь можно где-то отдохнуть отойти от всего этого и дышать свободно с чем я категорично не согласен наша война только 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 начинается я это называю война после войны потому что потому что дорогие друзья наш враг побежден наш враг уничтожен и есть очень много раненые я не физическом смысле слова раненые они очень злые сейчас исходя из всего этого они станут еще более коварными еще более жестокими еще более они будут писать говорить распространять вранье ложь чтобы хоть как то хоть как то компенсировать те потери психологические материальные моральные потери которые они пережили да еще не пережили они как то захотят это все отмазать хотят захотят как то все всю эту историю преподнести по другому поэтому связи с этим они действительно еще активнее будет вести антиазербайджанскую пропаганду антиазербайджанскую грязную политику будут пытаться еще больше сильнее очинять азербайджан азербайджанской народ хотя бы уже эти дни все это видите да сами армяне их покровители только этими занимаются хотя имейте ввиду что они еще немного в шоке действительно я вот эти слова не просто так говорю они так пока шоке они еще не осознают что произошло поэтому их мозг пока немного заняты другими мыслями как только они выйдут из шокового состояния осознают что произошло они еще больше жестокими станут они еще больше безбашенными станут они еще больше будут злиться ненавидеть и так далее и тому подобное поэтому поэтому имея ввиду все это мы будем спокойно делать то что делали только в двойном режиме дорогие друзья если кто-то думает что этим все закончено возможно есть такие они сильно ошибаются и мы должны будем переходить совсем другую плоскость в нашей деятельности ну например если выразить это одной фразой то скажу вам кто поймет поймет нет мы об этом еще много раз будем говорить то есть мы перестаем их ненавидеть не надо уже знаете вот эти ненависть то то за то что они сделали лет 30 назад и так далее за это их ненавидит так далее там подобное и перейти на жалость то есть мы должны не ненавидеть их а просто жалеть дорогие друзья просто жалеть жалеть как пораженцев жалеть как народ которую всегда используют жалеть которые жалеть как людей которые до такой степени они зомбированы что живут на какими-то картами какие как какой-то какими-то мифическими выдуманными историческими фрагментами а просто жалеть и жалеть ни в коем случае ненависти ненависти здесь не место знаете что я хочу по этому поводу сказать опять понесло меня ненависть вы знаете одна из главных причин почему почему мы 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 азербайджанцы выиграли эту войну одна из причин почему мы азербайджанцы так стали едиными почему мы азербайджанцы вдруг показали всему миру что с нами нужно считаться почему мы стали такими сильными одна из причин я считаю одна из главных причин всему этому это то что армяне ненавидели нас и ненавидят то есть этот ненависть к нам мы видели чувствовали на каждом шагу на каждом шагу ежедневно ежечасно ежесекундно понимаете и вот этот ненависть врага сделал нас очень сильными потому что это происходит психологически даже человек сам об этом не знает поверьте это инстинкт выживания такой процесс происходит со всеми существами вообще на земле а начиная от животных до людей когда мы чувствуем угрозу да угрозу у нас происходит вот этот инстинкт выживания мы начинаем собираться мы начинаем ну образно говоря тренироваться готовиться к этим угрозам и как и связи вот с этими да процессами армяне чем больше нас ненавидели тем сильнее мы становились это факт дорогие друзья поэтому их не нужно ненавидеть не нужно реально мы будем жалеть мы будем относиться к ним как другим но понятное дело с осторожности без каких-либо доверия доверие даже быть не может и так далее там под но вы меня поняли да это мое мнение мой мое введение как бы ко всем этим вопросам и личное мнение мое да я вот так буду действовать и это не значит что вот я вот так говорю значит это правда это единственная правда так и должно быть ни в коем случае я тоже могу ошибаться эти дни дорогие друзья мой адрес поступило очень много поздравлений со стороны армян ну как много чуть больше десяти это те армяне которые все эти годы я с ними общался они со мной общались я об этом много раз говорил есть среди них которые живут в армении есть среди них которые жили в карабахе и в россии и так далее и там подобное именно например 9 ноября когда было официально за объявлено аж взятие об освобождении шуши трое армян лично меня поздравили и связи с этим с этой событий но после десятого пас нет подряд несколько дней более десяти армян от души от чистого сердца потому что я лично им верю это первый раз об этом говорю это те армяне которые все эти годы были со мной едины в позициях по отношению нагорного карабаха да что нагорный карабах это азербайджан это территория азербайджана и армянская страна эту территорию оккупировали оккупировали и должны освобождать вот у них такая позиция все эти годы были и когда война закончилась с победой азербайджана именно эти армяне не меня поздравляли связи с этим событием почему я об этом заговорил потому что я хочу цитировать слова одного из них он вчера мне отправил голосовое с поздравлениями и сказал муслим я очень жалею только об одном только слушайте очень жаль что вам не дали дали они дали те которые типа являются друзьями армянского народа покрыва 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 покрыватели наши и так далее да союзники он сказал что очень жал жаль вам не дали дойти до я рована и снести к чертовой матери сейчас за еду за рулем извиняюсь и не дали снести к чертовой матери этот памятник ни джи гарри гену тем самым чтобы вы освободили слушайте только освободили а и армянский народ от фашистской идеологии с несением этого памятника он говорит много чего изменилось и у него голос дрожал и последнюю фразу когда он сказал сейчас скажу какую я почувствую что он он же на эмоциях плачет сейчас заплачет такой же момент бывает что последнюю фразу еле еле выговариваешь он сказал мой народ опричен это действительно так пусть армяне слушают пока все это есть да у вас и этот армянин конечно прав на стопроцентно и очень многие из ваших знают об этом знают пока вот такая идеология у вас есть пока так такая политика по отношению к вашим соседям соседним народом есть об этом много раз тысячи раз и тысячи люди людей вам об этом говорили и будем говорить что до тех пор пока вы не поймете пока вы у вас есть вот это нацизм фашизм у вас стоят такие памятники таким ублюдкам фашистской и террористам монтель мельканьяна и так далее у вас будет такая судьба этот я понимаю знаете я понимаю как тяжело было этому армянину говорить эти слова азербайджанцу я это чувствовал как ему это тяжело через чего не то что через чего что он перешагнул а я имеется ввиду там гордость и так далее перешагнув такие моменты он сказал эти слова как армянин азербайджанцу понимаете если шумно извините я на мойку заехал если много времени и он перешагнув все это сказал что очень жаль что вы не дошли до ирована понимаете одна армянка мне написали написала говорит муслин клянусь богом я от радости плакала я вот я честью клянусь вот эти слова писали мне армянка написала муслин я клянусь богом я от радости плакала что вы победили знаете есть очень много армян которые вся эта ситуация просто достала но они боятся они боятся об этом говорить заявлять потому что те дошнакнутые дебилы зазомбированные армян больше чем вот эти намного больше они давят их раздавляют когда появляются такие армяне но есть такие которые ну действительно смелые выходят об этом открыто говорят ну очень знаете малочисленные и мы видим как им угрожают как их детей семью угрожает им сами же армяне мы что тут нового я ничего не говорю да это все происходило происходит перед нашими глазами так что вот такие дела дорогие друзья 20 минут я планировал за 5-10 минут скажу об этом пару слов и все опять вот что это такое ладно дорогие друзья в связи с тем что мой основной канал заблокирован наверное этот канал я буду взять вас в основную и одна просьба распространите пожалуйста давайте за короткое время наберем подписчиков тысячи чтобы я мог выйти и прямые эфиры сделать и сообщество чтобы у меня открылся да поэтому просьба особенно тем кому я чьи я каналы всегда рекламировал распространял постоянно это делал и буду делать независимо от независимо от всякой ситуации буду делать назло вам теперь ребята без шуток ваша очередь пожалуйста постоянно как только увидите мой канал сразу поделитесь где-то распространяйте нам надо быстро-быстро набрать подписчиков в ютубе это тяжело но надо стараться вроде бы все что я хотел пока не все это не все что я хотел сказать это я не знаю ноль 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 один процентов все нам еще много о чем надо поговорить много о чем надо будет много что будет обсуждать потому что события были очень много и времени море тем более с таким настроем с таким настроением с победным настроением мы народ победитель нам сейчас можно все понимаете да нам можно все нас мы заставили самое главное я об этом еще один раз по-моему говорил на канале Дмитрия Куприна мы заставили нас уважать в хорошем смысле этого слова и в плохом смысле этого слова кто не хотел мы по-плохому заставили нас уважать а кто по каким-то причинам не уважал а такие причины были мы их тоже заставили нас уважать как народ как азербайджанцев вот и все дорогие друзья вот и все спасибо счастья здоровья и мирного неба над головой и сразу прослушав ролик подпишитесь подпишитесь в следующий раз мы Продолжение следует...